Прямо сейчас на Озон. Вау распродажи до 80%. Ловите. Вау цены каждый день на разные категории от электроники до товаров для дома. Успейте за скидками. Бессовестный депидиди. Бессовестная морда у тебя. А я твои песни слышала, слушала. Лайс Найт. Мне так нравился. Так кажется, Джастин Биберли обижал. Зачем ты это делал? Наблюдение за жизнью звезд стало нашей рутиной, которая поглощает наши часы экранного времени. При просмотре мы догадываемся, что нам рассказывают далеко не все. Но иногда даже не представляем размер айсберга, к которому приближаемся. На прошлой неделе не было буквально ни дня, чтобы наша новостная лента не разрывалась от подробностей жизни педиди. Причем каждый пост был красочнее предыдущего. И многие люди стали ложно утверждать, что, например, Обама был причастен к этому скандалу. И вообще, вся хип-хоп индустрия превратилась в сатанинский культ. Снова набрали популярность старые видео, которые, как утверждается, были сняты на вечеринках. Появляются видео людей, слушающих песню Джастина Бибера, со словами, в которых якобы упоминается, что он был жертвой. И на шокирующие скриншоты из книги, в которой якобы рассказывалось обо всем покойной бывшей партнершей ком с Ким Портер, которая, как позже заявила ее семья, была фальшивкой. Все эти посты оказались фейками, включая те самые сотни бутылочек масла. Сначала публикации оказались правдоподобными, и, вероятно, потому что весь предыдущий контент, который появлялся при привычном погружении, давал больше оснований для обоснования их достоверности. В конце поиска дополнительной информации уже просто невозможно отделить факты от вымысла. Ни для кого не секрет, что с тех пор, как Илон Маск возглавил Твиттер в 2022 году, на платформе появилось множество фейкового контента и дезинформации. Но именно наш ненасытный аппетит к самой сенсационной версии истории как раз-таки создает почву для процветания такого контента. Фальшивые заговоры тоже затмевают реальную проблему этой истории. Серьезное сексуальное и физическое насилие, которому подвергаются женщины, и то, что людям с властью прощается буквально все. Возможно, мы даже никогда не узнаем полную историю, стоящую за Педиде. Но даже если узнаем, вряд ли мы найдем именно настоящую версию в соцсетях. Всем привет, меня зовут Алина Манилон, и сегодня у нас кое-что горяченькое. Скандал с Педиде. Мы обязаны об этом поговорить. И в особенности мне бы хотелось заострить внимание на странных теориях заговора. Но об этом мы будем говорить дальше. Перед началом видео мне бы хотелось попросить вас поставить палец вверх под этим видео, подписаться на мой канал и на мой телеграм, там я выкладываю все новости. Потому что этот формат намного быстрее. Вот сами подумайте, как я бы долго делала это видео. Уже все забыли про этого Педиде. А я тут такая хай. Поэтому подписка на телеграм-канал обязательно, а мы переходим к видео. Шон Комс более известный как Пав Дэдди, Пи Диди или Диди. Американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актер и предприниматель. Он оказался на новой волне популярности после обыска в своем доме. Пожалуй, не совсем та популярность, к которой он привык. Но новости просто взбудоражили общественность. Адвокат Комса Айрон Дайер заявил, что его клиент невиномен и будет продолжать бороться каждый буший день, чтобы очистить свое имя. Музыкальный магнат опроверг все обвинения. Думаю, мы готовы поговорить о том, о каких же ужасных поступках все-таки идет речь. Бывшая девушка рэпера Кэсси утверждала, что стала жертвой жестокого обращения и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Вентура подала в суд соответствие с законом штата Нью-Йорк о жертвах сексуального насилия среди взрослых, который дает жертвам один год на то, чтобы подать суд на своих предполагаемых насильников, даже если истек срок давности. А срок давности истек еще в ноябре. Она говорит, что впервые встретила Комса в 2005 году, когда ей было 19, а ему 37 лет. В иске она утверждает, что Комс контролировал почти все аспекты ее жизни, от карьеры до личных медицинских записей. Она утверждает, что он часто прибегал к насилию, подвергал ее физическому насилию по несколько раз в год, и что он часто пичкал ее большим количеством наркотиков. В жалобе также утверждается, что Комс заставлял Вентуру заниматься сексом с мужчинами, а именно работниками секс-бизнеса в разных городах, встречи которые, по ее словам, он наблюдал, мастурбировал и записывал. Певица говорит, что никогда не обращалась в полицию, потому что боялась, что это даст мистеру Комсу еще один повод причинить ей боль. Она также утверждает, что после ужина в 2018 году Комс ворвался в ее квартиру и изнасиловал ее, в то время как она неоднократно говорила нет и пыталась оттолкнуть его. Она говорила, что после этого они расстались навсегда. В своем иске она сослалась на многочисленных свидетелей, которые видели, как происходило насилие. Одна из них, ее подруга, певица и автор песен Тиффани Рэд, которая написала открытое письмо Комсу, где и писала инцидент на вечеринке по случаю 29-летия Вентуры в 2015 году. Вентуры и Рэд утверждают, что в ту ночь Комс хотел, чтобы она вступила в сексуальные отношения с другими мужчинами. В заявлении для New York Times адвокат Комса Бенджамин Брафман заявил, что Комс отрицает обвинение и что иск был пронизан необоснованной и возмутительной ложью, направленной на то, чтобы очернить Комса и заработать на этом. Вентуры и Комс урегулировали иск на следующий день после его подачи. Подробности остаются конфиденциальными. Брафман сказал, что урегулирование никоим образом не является признанием правонарушения. В мае CNN опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как Комс напал на Вентуру. Все происходило в лифтовом отсеке ныне закрытого отеля Intercontinental в Лос-Анджелесе в 2016 году. Видео подтверждает аналогичный инцидент, описанный Вентурой в ее иске. Комс последовал за ней в коридор отеля, крича на нее. Он схватил ее, а затем взял стеклянные вазы в коридоре и бросил их в девушку. В результате чего стекло разбилось вокруг них, когда она побежала к лифту, чтобы спастись, говорится в жалобе Вентуры. После того, как видео было обнародовано, Комс опубликовал в Telegram видео с извинениями. «Я несу полную ответственность за свои действия в этом видео. Мне было противно тогда, когда я это делал. Я испытываю отвращение и сейчас. Я пошел, обратился за профессиональной помощью. Я начал ходить на терапию в революционный центр. Я должен был просить Бога о милосердии и благодати», — сказал Комс. И шлифанул это фразой «Мне так жаль». В интервью Пирсу Моргану, бывший глава службы безопасности Комса, сказал, что его абсолютно не удивили эти кадры, потому что он уже был свидетелем того, как рэпер проявлял насилие по отношению к женщинам 4-5 раз. Роджер Бонс, проработавший на магната около 10 лет, утверждал, что видел, как он избивал свою бывшую девушку Кейси и своей бывшей партнершей Ким Портерс, которой у них было трое общих детей. Позже еще 10 человек выступили с обвинениями против Пиздидия. После урегулирования спора с Вентурой 23 ноября Лайза Гарднер подала иск. По ее словам, она и ее друг познакомились с Комсом и певцом-песенником Аароном Холлом на мероприятии MCA Records в 1990 или 1991 году. Они вернулись в квартиру Холла на вечеринку, после которой, по словам Гарднер, ей предложили еще выпить и принудили заняться сексом с Комсом. Она говорит, что Комс также приставал и к ее подруге. В иске утверждается, что когда Гарднер одевалась, Холл якобы ворвался в комнату, прижал ее к полу и заставил заняться с ним сексом. Несколько дней спустя и якобы снова напал на нее. Он перешел в дом в поисках подруги, потому что боялся, что она расскажет девушке, с которой он был в то время. Все вышеперечисленное согласно иску. В другой жалобе, поданной в тот же день, Джоуи Диккерсон-Нил утверждает, что в 1991 году она неохотно пошла на свидание с Копсом, который намеренно накачал ее наркотиками и подверглась сексуальному насилию после их ужина. Она утверждает, что Комс записал нападение и показал запись другим людям. Хотя Диккерсон-Нил не обратилась к властям сразу же после предполагаемого нападения, она говорит, что в конечном итоге подала заявление в полицию в неуказанное агентство в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В жалобе говорится, что прокуроры сказали ей, что им нужно будет подтвердить ее обвинение. Но она считает, что возможные свидетели были напуганы тем, что Комс отомстит им, и что они потеряют будущие возможности в бизнесе, в музыке, если напишут заявление. Представитель Диди сказал, что заявления двух женщин сфабрикованы. Другая женщина, упомянутая как Джейн Доу, 6 декабря подала четвертый из, утверждая, что Комс и его давний помощник Харви Пьер и третий неизвестный преступник перевезли ее через границу штата Детройт в Нью-Йорк и подвергли групповому изнасилованию студии звукозаписи Комса на Манхэттене в 2023 году, когда ей было всего лишь 17 лет. На Пьера, который ранее занимал пост президента Комс Бэтбой Интертеймент, также подал в суд бывший ассистент, который утверждает, что он использовал свое служебное положение в качестве босса для ухаживания, эксплуатации и сексуального насилия над ней несколько раз в период 2016 по 2017 год. В феврале бывший продюсер и видеооператор Комса подал федеральный иск против Магната, утверждая, что Комс подвергает его сексуальным домогательством, накачивал наркотиками и угрожал ему. Согласно иску Ронни, Лил Рот Джонс работал над последним альбомом Комса «Лав» и даже жил с ним в период сентября 2022 года по ноябрь 2023. Джонс утверждает, что он стал жертвой постоянных нежелательных и несанкционированных ощупываний при косновении к его заднему проходу со стороны мистера Комса. В одном случае, как утверждается в иске, Джонс проснулся голым и дезориентированным в постели с Комсом и двумя работницами секс-бизнеса. В жалобе также утверждается, что выступая в роли видеооператора Комса, Джонс отснял тысяч часов видеоматериала и аудиозаписей, на которых мистер Комс, его сотрудники и его гости занимались серьезной незаконной деятельностью. Незаконная деятельность, о которой говорится в иске, включает в себя приобретение наркотиков, приставание к секс-работникам и сексуальное насилие. В апреле против сына Комса, Кристиана, был подан отдельный иск, в котором женщина утверждала, что 26-летний мужчина накачал ее наркотиками и подверг сексуальному насилию на яхте. Яблочко от яблони, как говорится, недалеко падает. В своей жалобе Грейс Омар Кей обвинила рэпера в пособничестве своему сыну. Омар Кей, работавшая на яхте, также утверждала, что была свидетелем вечеринок и употребления наркотиков знаменитостями. 24 мая Эприл Ламброс стала седьмым человеком, который выдвинул обвинение против Комса. Ламброс утверждает, что впервые познакомилась с Комсом в 1994 году, когда была студенткой. Она заявляет, что на следующий год они встретились в баре, и она уступила ему с его давлением на то, чтобы она все-таки выпила алкоголь, и она его выпила. После некоторых глотков Ламброс начала чувствовать себя неловко, и говорит, что ее насильно усадили в машину, которая отвезла ее и Комса в отель, где он насильно поцеловал ее, несмотря на то, что она несколько раз просила этого не делать. Она просила его остановиться и говорила, что она плохо себя чувствует, но Комс изнасиловал ее, и позже она потеряла сознание. Ламброс утверждает, что после инцидента Комс добивался ее взаимности, посылая щедрые подарки и цветы. По данным NBC, в иске есть фотография открытки на День Святого Валентина, подписанная от руки как Пафи. Комс якобы напал на Ламброс во второй раз позже, в 1995 году, и в третий раз в 1996 году, заставив ее и свою тогдашнюю подругу Ким Портер принимать экстази и заниматься сексом друг с другом. Ламброс утверждает, что она открыто выступала против этой идеи, но Комс напомнил ей, что из-за него она может потирать работу. И это все говорится в иске. Ламброс утверждает, что Комс наблюдал за девушками, пока маструбировал, прежде чем подвергнуть ее сексуальному насилию. Восьмой обвинитель. Дерек Лекарделл Смит подал в суд на Комса, утверждая, что продюсер накачал его наркотиками и подверг сексуальному насилию на вечеринке в Детройте в 1997 году. 51-летний Карделл Смит говорит, что познакомился с Диде, когда работал в ресторане. Мужчины якобы отправились на вечеринку, где познакомились с группой женщин, а позже занялись с ними сексом. В иске утверждается, что Комс предложил Карделлу Смиту выпить. А затем мужчина потерял сознание и очнулся от того, что продюсер занимается сексом с женщиной и рассказывает очнувшемуся мужчине, что те делали с ним. Карделла Смит был признан виновным в сексуальных домогательствах по отдельному делу и в настоящее время находится в заключении. На предварительном слушании, состоявшемся в августе, он дал показания о том, что Комс предложил ему 2,3 миллиона долларов в обмен на отказ от судебного иска. Он отклонил предложение об урегулировании. 18 сентября команда юристов Комса успешно доказала, что Карделла Смит подал иск в несоответствии с законами штата Мичиган. А поскольку его обвинения датируются 1997 годом, срок давности давно прошел, поэтому все ожидают отклонения иска. Дон Ричард, бывшая участница группы Дэнни Тикейн, 10 сентября подала федеральный иск против Комса, обвинив его в сексуальных домогательствах, в намеренном причинении эмоционального насилия и незаконном лишении свободы. В своей жалобе Ричард изобразила Комса как спыльчивого босса, который манипулировал ей в течение 10 лет, заставляя ее поверить, что жестокое обращение и эксплуатация необходимы женщинам-артисткам, чтобы добиться успеха. Она обвинила Комса в том, что он лапал ее и даже мстил ей после того, как получил от нее отказ. Ричард также утверждает, что она была свидетельницей того, как продюсер неоднократно оскорблял Кэсси. Адвокат Комса Эрика Вольф опровергла эти обвинения. В заявлении уже она обвинила Ричард в том, что она все это сфабриковала. Другая обвинительница Талия Грейс подала федеральный иск против Комса после его ареста. Она утверждает, что продюсер и его телохранитель Джосеф Большой Джош Шерман изнасиловали ее в 2001 году. И оба мужчины отрицают эти обвинения. В иске также говорится, что окружение Комса способствовало его поведению, чтобы иметь доступ к знаменитостям, которых он знал и с которыми общался. Принадлежность к вечеринкам мистера Комса, занимающимся торговлей людьми сексуального характера, и спонсорством этих организаций обеспечили легитимность и доступ к известным спортсменам, политическим деятелям, художникам, музыкантам и международным деятелям. В своем заявлении адвокат Комса Аарон Дайер заявил, что во время исполнения ордеров на обыск имело место грубое превышение военной силы. Мистер Комс никогда не подвергался задержанию, но разговаривал с властями и сотрудничал с ними. Несмотря на предположения СМИ, ни мистер Комс, ни кто-либо из членов его семьи не были арестованы, и их возможность путешествовать никоим образом не ограничивалась. Хотя власти не сообщили, является ли Комс фигурантом предполагаемого расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, Дайер связал рейды и судебными исками против рэпера. Это беспрецедентная засада. В сочетании с передовым скоординированным присутствием средств массовой информации приводит к преждевременному вынесению приговору мистеру Комса и является ничем иным, как охотой на ведьм, основанной на необоснованных обвинениях, выдвинутых в гражданских исках, говорится в заявлении. В своем посте в инстаграм миссы Хилтон, бывшая партнерша Комса и мать их общего ребенка Джастина, поделилась видеозаписью задержания Джастина и крестьяна Комса во время рейда и осудила чрезмерное применение силы агентами. И добавила, что адвокат изучает поведение агентов. Федеральные агенты арестовали Комса в нью-йоркском отеле «Парк Хаят» на Манхэттене после того, как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение. В обширном обвинительном заключении на 14 страницах ему было придавлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкетя. В нем утверждается, что Комс подвергал насилию, угрожал и принуждал женщин и других людей своего окружения удовлетворять свои сексуальные желания, защищать свою репутацию и скрывать свое поведение. Для этого, говорится в жалобе, рэпер полагался на сотрудников, ресурсы и влияние многоградной бизнес-империи, которую он возглавлял и контролировав, создав преступное предприятие, члены и сообщники которого занимались и пытались заниматься среди прочих преступлений торговлей людьми, эксплуатацией, принудительным трудом, похищениями людей, поджогами, взятничеством и воспрепятствованием правосудию. Адвокат Комса Марка Гнифила отреагировал на арест в заявление для Волчер. Он не идеальный человек, но он не преступник. К его чести, мистер Комс полностью сотрудничал с этим расследованием и на прошлой неделе добровольно переехал в Нью-Йорк в ожидании предъявления обвинений. Сказал Гнифила. Пожалуйста, воздержитесь от своих суждений, пока у вас не будут все факты. Это действие невинного человека, которому нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности восстановить свое имя в суде. Во время своего первого выступления в суде, 17 сентября, Комс не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Его адвокаты утверждали, что он должен быть освобожден под залог в размере 50 миллионов долларов и помещен под домашний арест с электронным наблюдением. Но прокуроры заявили, что его не следует освобождать, поскольку опасность, которую он представляет для своих предполагаемых жертв, очень велика. Судья Робин Тарновский согласилась и постановила, что рэпер будет содержаться под стражей без залога до суда. В конце мая была опубликована обширная статья, в которой был рассмотрен беспредел, устраиваемый Комсом на работе. В том числе и новое заявление от женщины, которая работала в маркетинговом агенции Bad Boy в качестве внештатного графического дизайнера. Женщина рассказала, что в 2001 году Комс устроил вечеринку в отеле Peninsua, чтобы отпраздновать свое оправдание по делу о стрельбе в ночном клубе, где пострадали три человека. Она утверждала, что во время вечеринки он подошел к ней и начал монсировать ей спину. Через несколько недель после вечеринки девушка ее босса рассказала интересную деталь. Комс подошел к боссовой вечеринке, пытаясь склонить ее к сексу. Rolling Stones побеседовал со студентами, которые сталкивались с Комсом в Голливудском университете в конце 80-х и в начале 90-х. Хотя Комс покинул университет после второго курса, он поддерживал тесные связи в кампусе. Бывшая ученица рассказала, что рэпер регулярно появлялся и стучал в окно класса своей подруги, чтобы заставить ее уйти. У него просто была странная способность контролировать себя. Мне показалось, что она была напугана. Сказала бывшая одноклассница. Этот человек также вспомнил тревожный инцидент, когда Комс появлялся возле общежития своей подруги и кричал, вопил и вел себя как последний дурак, пока она не спустилась вниз. Бывшая одноклассница утверждала, что когда девушка спустилась вниз, Комс начал избывать ее чем-то похожим на ремень. Свидетель сказал, что Комс отхлестал ее по заднице, как будто по-настоящему отхлестал. Добавив, что женщина пыталась немного защищаться, она плакала, а мы говорили ему, отстань от нее. Роллинг Стоун также вновь обратился к судебному иску, поданному в 2017 году бывшим личным шеф-поваром Комса Синдзеру Эддой. Она утверждала, что работая на Комса с 2015 по 2016 год, он регулярно заставлял ее подавать блюда в то время, как он и его гости занимались сексуальной активностью. Рэдд утверждала, что после того, как Комс попросил ее приготовить поскоитальный ужин, он поприветствовал ее полностью обнаженной и спросил, нравится ли ей его обнаженное тело. Она также обвинила Комса в том, что он заставлял ее принести завтра к нему в номер, а затем вступил в сексуальные отношения с моделью Джины Хьюин. Иск был передан в арбитраж и рассмотрен в частном порядке. Между тем, в 2019 году Хьюин рассказала блогеру Таше Кэш, что Комс предложил ей 50 тысяч долларов за прерывание беременности в 2014 году. Она обвинила Комса в том, что он повалил ее на землю и таскал ее за волосы в 2018 году и сказала, что однажды он наступил ей на живот в порыве ревности. И обвинения были в основном проигнорированы. В июне пятеро бывших сотрудников, работающих с Син Джон и Блю Флейм, бывшем Рэдди Комсе и рекламном агентстве соответственно, рассказали The Daily Beast о том, что предполагаемое оскорбительное поведение магната распространилось и на рабочее место. Со слов сотрудников, именно женщины несли на себе в основном тяжесть предполагаемого токсичного поведения Комса. Было много руганий, много безумных разговоров с людьми, многие называли женщин сучками. Говорили, пошли вы или тупые, или я уволю вас всех, суки, прямо сейчас, сказал бывший сотрудник для The Beast. Однако она добавила, что редко видела, чтобы он вел себя так с мужчинами, за исключением случаев, когда у них не было власти или положения в отрасли. Такие страшные обвинения в эпоху интернета порождают слухи и недосказанности. Так, мисс Портер, бывшая жена рэпера, которая умерла еще в 2018 году в возрасте 47 лет от пневмонии, по мнению пользователей, тайно написала мемуары, в которые она изложила альтернативную версию их отношений. Ее дети в инстаграм настаивают на том, что предполагаемых мемуаров не существует и осуждают оскорблительные и ложные слухи о ее смерти. Мы чувствуем необходимость высказаться. Утверждение о том, что наша мама написала книгу, просто не соответствует действительности. Она этого не делала. И любой, кто утверждает, что у него есть рукопись, вводит себя в заблуждение. Кроме того, пожалуйста, поймите, что любой так называемый друг, выступающий от имени нашей мамы или ее семьи, таковым не является. И они не принимают близко к сердцу ее интерес. Наша жизнь была разрушена, когда мы потеряли нашу маму. Она была нашим миром, и с тех пор, как ее не стало, все изменилось. И было невероятно трудно смириться с тем, что ее могли забрать у нас так рано. Они также добавили. Причина ее смерти давно установлена. Здесь не было никакого умысла. Скорбь – это процесс, длящийся всю жизнь. И мы просим всех уважать нашу просьбу о мире, поскольку мы продолжаем справляться с ее потерей каждый день. Первая жалоба на изнасилование, насилие и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации была подана против Компса 16 ноября 2023 года. И в последующие месяцы к ним прибавилась практически еще дюжина. И начала складываться картина организованной системы группового насилия, сопоставимой по масштабам с обвинениями против Эпштейна. Существует также мнение о том, что сильные нашего мира, политики и дипломаты, пытаются отвлечь внимание, бросая обычным людям свою ненужную пешку. Подкрепляется это тем, что в марте, когда в его резиденции только что прошли обыски, в заголовках Fox News говорилось, что рэп-звезда активно поддерживает демократов. Правый канал также подчеркнул его теплые отношения с Бараком Обамой и приверженность делу Джо Байдена в 2020 году. Но умолчал о его близности к Трампу. Летом начали распространяться другие подзеленные фотографии и видео, которые ассоциировали Харрис с рэпером. А когда она только что сменила Байдена на предвыборной кампании, пост поддержка Трампа стал популярным. Никогда не забывайте, как Камала Харрис начала свою карьеру. Она тоже не новичок на вечеринках Диди в Лос-Анджелесе, утверждается в аккаунте. Однако каждый раз, когда появляется этот пост в качестве так называемого доказательства, приводятся не фотографии Диди, а бывшего парня Харрис, актера Монтелла Уильямса, который, ну как бы тоже чернокожий, но они не похожи. С 16 сентября, когда Комс был арестован в Нью-Йорке и заключен под стражу по обвинению в секс-торговле и вымогательстве, клевическая машина Трампа активизировала свои атаки. Уже 17 сентября юмористический аккаунт The Right to View Memes, поддерживающий Трампа, опубликовал на Экс отредактированную версию фотографии, сделанной Уильямсом в 2001 году на благотворительном мероприятии. Это очень грубый фотошоп, в котором глава Уильямса заменена головой Пи Диди. Но это вызвало комментарии, список клиентов Диди находится на самом верху, опубликованный Red Pill USA. Это крупный аккаунт, поддерживающий заговор Трампа и просмотренный более миллиона раз. Уже в удаленном твите Уильямс, который ненадолго встречался с Каррис, выразил свое раздражение по поводу того, что активисты MAGA перепутали его с Диди. Но вот опять они твердят, что все чернокожие люди похожи друг на друга. Другие унизительные посты, созданные искусственным интеллектом в течение лета, изобрели Харрис, одетую в ультрасексуальный вечерний наряд в качестве разратной партнерши компса. Но в частности на Truth Social платформе социальных сетей, основанную Трампом, циркулировало печально известное изображение Харрис с Уильямом, чья голова была заменена на голову Пи Диди. С гениальной подписью «Камала изображает Диди», «Госпожа вице-президент, вы когда-нибудь были вовлечены в какие-либо безумства Пав Дэрис?» Запись была удалена, но позже перепечатана самим Трампом, вызвав гнев в лагере демократов. В ответ бывший профессиональный баскетболист Рекс Чепмен, сторонник Харрис, поделился офигенной подборкой из полудюжины фотографий, на которых Трамп замечен с Диди. «Между тем, они настоящие», — написал он. И это действительно так, как свидетельствуют архивные фотографии магнат недвижимости и звезда рэпа часто встречались на благотворительных мероприятиях. Сторонники демократов не забыли, что в 2012 году Трамп называл его хорошим другом и хорошим парнем. Хотя кандидат от республиканцев не повторил своих нападок, его сторонники-заговорщики не забыли про этот эпизод. В очередной раз в сообщении на аккаунте Red Pill в США утверждается, Диди и Эпштейн — это только вершина айсберга. Связывая эти реальные уголовные дела с обширной теорией заговора, в которой замешана ЦРУ. В Телеграм, где процветают просто самые безумные теории заговора, есть группа «Заговор новомирового порядка». И они заявляют, что благодаря делу Диди мир вот-вот обнаружит, что демократическая партия — это глубинное государство. Это название, данное фантастическому государству, которое будет тайно управлять миром. В другом посте радостно сообщалось, что за кулисами дела Диди Трамп и его союзники тайно проникли в Голливуд, сообщество черных и музыкальную индустрию. Вы, наверное, спросите, для чего же? Чтобы ликвидировать сеть сатанистов, педофилов и коррупционеров. В то время как американские СМИ о знаменитостях TMZ опубликовали архивные фотографии вечеринки 2004 года, на которых видно, как Компс ест фрукты, положенные на лежащую обнаженную женщину. Посте Экс, просмотренным 3 миллиона раз, высказывается предположение, что он, возможно, даже совершил ритуал человеческого жертвоприношения, чтобы получить адренохром — вещество в организме, которое, согласно мифу о заговоре, обладает регенерирующими свойствами. Доктор Умар, известный своими противоречимыми взглядами, заявил, что арест Диди является политическим отвлекающим маневром. По словам Умара, во время предвыборной кампании чернокожим давали соленое тесто, чтобы отвлечь внимание от законов и политики, принимаемых за кулисами. Также невероятный шедевр доктор Умар утверждает, что Диди использует как отвлекающий маневр, чтобы отвлечь внимание от президентских выборов 2024 года. Когда он начинает задавать вопросы о сроках возникновения данной проблемы, доктор Умар спрашивает. Вы знаете, почему давали чернокожим пафдейты во время предвыборного сезона? Причина, по которой они решили выдать Шона Пафи Компса за неделю до выборов, заключается в том, что они хотят отвлечь вас от законов, которые они принимают. Они хотят отвлечь вас от политики, которую они проводят. Они хотят отвлечь вас от инициатив, которые они реализуют. Это отвлекающий маневр, потому что они знают, что чернокожим нравится видеть, как чернокожих людей позорят, унижают и уничтожают. Они сказали, что им нужно сделать то же самое. Давайте сегодня линчуем еще одного Н-ворд, отправим всех чернокожих сюда, пока мы тут разбираемся с делами. И он продолжает, что хотя в разговорах Адиди нет ничего плохого, резкое смещение внимания смино-музыкального магната также привело к тому, что черный инстаграм, черный фейсбук и черный тикток и другие подобные платформы погрузились в пущину сплетен. Шон Компс отвлекает внимание. Несколько раз уже он повторил в ходе своей длинной триады, мы уже поняли. Каждый раз, когда вы видите что-то подобное, вам следует спросить себя, отчего они пытаются отвлечь внимание африканцев. По убеждению Джонсона, одна из таких вещей заключается в том, что у Камалы Харрис и Дональда Трампа нет никаких планов в отношении африканских народов. Активист утверждал, что до того, как СМИ переподнесли Диди на блюдечке, люди спрашивали кандидатов президента от обеих ведущих политических партий, что они думают о будущем. Почитав промежуток между днем ареста Компса 16 сентября и днем выборов 5 ноября, он начал размышлять, почему они сделали это сейчас. Он считает, что целью является остановка политического движения чернокожих. Отметив, что не прошло и недели с тех пор, как был арестован основатель Bad Boy Records, а люди эмоционально вовлечены в его дело, Джонсон сказал, что политикам уже удалось отвлечь всеобщее внимание от превыборного дискурса. Начиная с 2024 года, вы полностью отвлекли свое внимание от программы действий черных и превратили ее в пустышку. Вас перехитрили в маневрах. Структура власти белых снова перехитрила вас в стратегии. Так продюсер Ронни Джонс подал иск в этом году, намекая на то, что Мик Милл общается с несовершеннолетними девочками и работницами секс-бизнеса на печально известных вечеринках Диди. Мик Милл в ответ от проверки эти обвинения и предложил 100 тысяч долларов за расследование того, как его имя оказалось втянутым в скандал. Некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что есть некий секретный туннель, соединяющий особняк Диди в Лос-Анджелесе с особняком Playboy. Даже фотки на эту тему были. Проверка Ретус подтвердила, что эта информация полностью выдумана. Бывший телохранитель Джин Дил, работавший на Диди в 90-х годах, утверждал, что политики участвовали в печально известных вечеринках Диди. Дил предложил, что обвинительный акт Магната может разоблачить высокопоставленных чиновников, укрепив уверенность в том, что все это гораздо серьезнее, чем просто Диди. На данный момент по интернету циркулирует список участников вечеринок Диди, и все, кто появлялись в нем, оказывались под ударом общественного осуждения. Интернет-слухи уже посчитали, что списки повлияли и на личные отношения знаменитостей. Распространились слухи о том, что Эштон Качер и Мила Кунис расстались из-за появления фотографий, на которых Качер был запечатлен на вечеринке из Диди. Источник близких паре опроверг эти слухи как полностью ложные. Аналогичная история повторилась и с Дженнифер Лопес, ставшей участницей прошлых скандалов Диди. В своем подкасте «Собирайте звонки с Шугом Найтом» Шуг Найт утверждает, что бывшая жена Диди, Дженнифер Лопес, была причастна к видеозаписям, изъятым во время обыска ФБР в особняке Диди, что как раз-таки и привело к ее разводу с Беном Аффлеком. И Лопес, и представители Аффлека назвали это заявление необоснованным. Люди начинают обращаться к малейшим деталям и разбирать их в подробностях. Настолько, что, казалось бы, какие-то вещи, которые никак не связаны, обретают смысл. Например, все вспомнили сериал «Сырекъестественное», где Сэм сказал шутку. И какая тварь любит девственниц и золото? Пи, Диди? И по легенде, сценарист этой шутки мертв. Также вспоминают, что многие артисты лейбла Диди либо умерли, либо прожили свою жизнь нечетия. Нотариус Биг не имел ничего на счету на момент своей смерти. Диди забирал права у исполнителей, оставляя их ни с чем. К таким же жертвам относят Майкла Джексона и Кешу, которые якобы пытались раскрыть правду и пострадали от этого. Более того, Диди приписывают убийство Майкла Джексона, а тайно рассказывает нам об этом трек «Ши Ноус». Пособниками Пи Диди стали также Бьонсе и Джей Зи, самая влиятельная пара в мире шоу-бизнеса. Они давно стали объектом критики. Недавно в сети всплыла теория, обвиняющая Бьонсе в смерти Алии, талантливой певицы, чья карьера стремительно оборвалась в конце 90-х. Алия, прозванная принцессой R&B и королевой уровень попа, стала звездой в юном возрасте, заключив контракт с лейбами GV Records и Blackground Records 12 лет. Ее дебютный альбом мгновенно стал платиновым, а сама певица вскоре возглавила чарты Billboard Hot 100 и была номинирована на премию Грэмми. В это же время Бьонсе, бывшая вокалистка группы Destiny's Child, начала планировать сольную карьеру. Теория утверждает, что опасаясь конкуренции с Алией, Бьонсе обратилась за помощью к своему влиятельному другу Пи Диди. В августе 2001 года Алия погибла в авиакатастрофе, что породило слухи о ее насильственной смерти. И в качестве доказательства приводится песня Джеколл «She Knows», которая, по мнению пользователей, фраза «She Knows» отсылает к девичьей фамилии Бьонсе – «Ноус». Кроме того, Джеколл упоминает Алию в песне и как бы намекает нам на то, что Бьонсе, она что-то знает, знает о чем-то важном. Также некоторые утверждают, что Алии был роман Джей Зи, и ревность стала мотивом для Бьонсе устранить конкурентку. И совсем скоро после смерти Алии Бьонсе начала выпускать те самые разрывные треки, от которых она стала популярной. Я раньше слушала песни Бьонсе, но теперь я пью карбалол от ее творчества. Я хочу, чтобы запретили ее творчество и не развращали нашу и вообще молодежь по всему миру. О связи Диди с несовершеннолетними говорилось очень давно, и есть факт того, что с некоторыми несовершеннолетними он сотрудничал. Тот же самый Джастин Бибер обращался к Диди, когда был совсем еще ребенком. В совместном влоге Диди обещает ему на 16-летнее подарить ламборгини, а на 18-летие планирует подарить особня. В апреле этого года появилась песня, напоминающая голос Джастина Бибера, с текстом, отсылающим нас к вечеринке Диди, где певец утверждает, что потерял себя. Пользователи начали говорить о том, что Джастин Бибер пытался говорить об этой истории, но музыкальная индустрия ему не позволяла. Но CBS News подтвердили, что эта песня была создана нейросетью. Но ее популярность после ареста Диди только усилила все эти слухи вокруг обоих. Наравне с Джастином Бибером жертвой Диди является Ашер. Достоверно известно, что в 15 лет у него были коллаборации с Диди. Он жил в его особняке на протяжении года, о чем не знали его родители. В 2004-м Ашер заявил, что у Диди всегда было много женщин. За дверью в его доме можно было застать оргию. Он принял то, что пережил подобный опыт в своем детстве, но не желает никому пройти через пафию в лейвор-кэмп Диди. Вскоре после ареста Диди аккаунт Ашера в Твиттер был таинственным образом удален, что привело к предположениям о его причастности к скандалу. Ведь всем известно о его общении с рейпером в прошлом. Позже Ашер объяснил, что его аккаунт просто был взломан и тем самым опроверг слухи. Поскольку эти теории продолжают распространяться, и их настолько много, что они просто не поместятся в одном видео, становится ясно, что юридические проблемы Диди стали питательной средой для самых безумных историй, которые когда-либо видела индустрия развлечений. Адвокатская команда Компса 18 сентября пыталась обжаловать заключение, попросив судью Эндрю Эл Картера освободить его. Его адвокаты предложили новые условия, предусматривающие залог в размере 50 миллионов долларов, передачу паспорта Компса, еженедельное тестирование на наркотики и ограничение посещения его дома женщинами. Ну, за исключением членов семьи, лиц, ухаживающих за имуществом и друзей, которые не считаются соучастниками заговора. Однако Картер постановил, что Компс должен остаться под стражей, заявив, что прокуроры предоставили четкие и убедительные доказательства того, что нет никаких условий, которые обеспечили бы безопасных свидетелей. Множество компаний, до этого сотрудничавших с Диди, решили, конечно же, прервать отношения. Так, в конце ноября Диди временно покинул пост председателя правления Револт, медиакомпанию, которую он основал еще в 2013 году. В июне Диди придал свой контрольный пакет акций компанию за нераскрытую сумму. Чартерная школа Capital Prep Harlem, которую он открыл в 2016 году, также объявила о прекращении сотрудничества с данным музыкальным магнатом. После того, как была обнародована видеозапись нападения Компсона Кейси, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что его команда рассматривает возможность аннулирования ключа от Нью-Йорка, который Компс получил в сентябре прошлого года за вклад в музыку, бизнес и филантропию. Попечительский совет Говардского университета также проголосовал за лишение Диди почетной степени, которая была ему присуждена еще в 2014 году. Когда подобные события всплывают на поверхность, нам хочется узнать все больше и больше. Мы поглощаем информацию и по пути перестаем понимать, где правда, а где вымысел. В современном интернете действительно проверить достоверность очень сложно, и от этого чаще всего страдают невинные люди. Я тоже на всякие фейки очень часто попадаюсь. Анонимность, доступность, скорость распространения информации, алгоритмы социальных сетей показывают пользователям только ту информацию, которая им нравится, что может привести к формированию пузырей. С узкоспециализированной информацией все это способствует тому, что теории заковора распространяются как споры. Фейковые новости и теории заковора могут иметь серьезные последствия, такие как подрыв доверия к институтам, прожигание конфликтов и влияние на политические решения. И как говорят все адепты теории заговора, если хотят, чтобы об этом говорили, подумайте, кто извлек выгоду. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вы разобрались в этой ситуации и послушали теории заговора. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм-канал. Напоминаю, что там новости и всякие прикольные штуки. Напишите свое мнение по поводу теории заговора, если мы будем говорить в принципе про ситуацию Педиди, что тут обсуждать вообще. А я буду заканчивать, спасибо за просмотр, всем пока! Извините за внимание. Она знает, она знает, она знает, она знает, она знает. Редактор субтитров Алия, Редактор субтитров Алия, Майкл Джексон Айсия. Редактор субтитров Алия, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова